Торнадо Энерджи. Это шквал энергии, ураган эмоций и настоящий пихарь из 11 невероятных вкуса. Торнадо Энерджи. Мощный заряд энергии. Здарова всем, ребят. Ну вот и случилось то, о чем мы говорили последние полгода. И о чем еще год назад, если бы мне кто-то сказал, я бы ни за что не поверил. Завтра, 20 сентября, а возможно у вас уже сегодня или даже вчера, стартует разделение нашего с вами привычного 12 лет уже мне привычного СНГ клиента на два клиента. Это Евро ЦИС, то есть Евро СНГ, третий и четвертый сервер. Туда уйдет третий сервер, который был в РУ, и десятый сервер, который был в РУ. Соответственно, это Казахстан, десятый, теперь ныне четвертый сервер Евро. И Люксембург, бывший РУ третий, теперь Евро третий. Новость от меня печалит, мне она кажется грустной. Хотя, я думаю, найдутся люди, которые такому делению даже обрадуются. Не думайте, что я грущу из-за какого-то там личного контента и так далее. Для меня здесь одни положительные моменты, как для блогера. Ну, смотрите сами. Я делаю новости, буду делать новости с Евро сервера, буду сравнивать их с новостями с РУ сервера. Вот, соответственно, контента прибавляется. Основной свой аккаунт я оставлю в РУ регионе. Соответственно, Твинка перекину на Евро сервер. Если Твинка не удастся перекинуть, да, с кучей голды на аккаунте. Ну, у меня уже ВГ выделили там пресс-аккаунт. Вообще, у меня в планах был аккаунт с нуля на Евро сервере. Просто вспомнить, себя заставить пройти с нуля, так сказать, прокачать в самые сейчас имбовые веточки, разумеется. Посмотреть, как они качаются, сделать какие-то выводы. Ну, в общем, куча нового контента. По модам вообще не переживайте. И сейчас поддерживаю Евро клиент с 2013 года, между прочим. И в будущем, если, как говорится, никаких накладок не будет, будем поддерживать и РУ клиент, и Евро клиент. Я не делю людей по вот таким вот признакам. Если это мой подписчик, мне без разницы, какой сервер он выберет. Я его в любом случае не планирую бросать. Так что, ребят, не надо тут пытаться. Я просто смотрю, тут многие, типа, блогеры там специально переманивают на Евро. Блогеры специально переманивают на РУ. Да я вам говорю, вот мне, я по себе, я за других не буду говорить, давайте. По себе скажу, мне без разницы, какой вы выберете. Но я хочу, что это в любом случае будет больно для кого-то, кто не хочет, а его заставляют. Вся основная загвоздка здесь в том, что с завтрашнего дня те, кто, у кого в личном кабинете не стоит привязка страны Российской Федерации и Либерал-Русь, они не смогут донатить в игру. Ну, официальными методами, как минимум. Я не знаю, может быть, стоит, кто хочет прям реально в РУ остаться или уйти на Евро. Ну, блин, короче, VPN поставить, попробовать какое-то время поиграть через серверки той страны, в которой ты хочешь, чтобы тебя привязали. И потом обратиться, потому что разработчики сказали, что вам автоматически будет предложено выбрать сервер в зависимости от того, как вас игра идентифицирует. Типа, ну, там, Украина, Казахстан, там, я не знаю, Молдова, вам предложат Евро. Россия и Беларусь вам предложат РУ клиент с лестой остаться. Соответственно, если вас такое предложение не устраивает, вы можете в любой момент, ну, не согласиться с ним, сказать, вот, я с Россией хочу играть на Евросерваках. Без проблем, только вы донатить там не сможете, пока вам не поставят место жительства какой-нибудь город из тех, которые могут донатить. Или страну меня, там, не помню, страну. Вот, соответственно, тоже, если вы, например, с Украиной хотите остаться в России или с Казахстана, с Молдовой, с Азербайджан, не важно. Если хотите остаться в РУ клиенте, вам нужно как-то будет обосновать, почему, то есть вам доказать нужно будет, что вы являетесь, ну, проживающим на территории этих стран. Вот, вот так написано в новости. В общем, и все это делается через центр поддержки пользователей. В противном случае вам просто платежные методы будут недоступны. Теперь самый главный миф, о котором тут многие что-то говорят, что если вы перейдете на Евросервер, то вас там будут, надо будет донатить больше. Да, на Евросервере действительно цены дороже, но разработчики обещали, что те, кто перейдут с СНГ, у них ценообразование будет такое же, к которому они привыкли. Более того, они будут платить не в евро, не в долларах, а в национальной валюте, ну, то есть Украина в гривнах и так далее. То есть здесь все понятно, да, с точки зрения доната я вроде бы все объяснил. Есть также информация от европейских разработчиков, что Евро-3 и Евро-4 будут изначально играться только между собой. На Евро-1 и Евро-2 игроки с этих серваков не смогут первое время попадать. Что подразумевается под первым временем, месяц-два, я надеюсь так, но может и год, а может неделя. Я не знаю, просто говорят, нельзя будет первое время играть с сервером Евро-1 и Евро-2, но вроде бы как это не навсегда. Поэтому просто держите это в голове, вы сможете перейти на Евро-1 и Евро-2, только если вас откуда пригласят. С этим вроде бы тоже разобрались. Множество вопросов типа, а если я хочу остаться? Вот запомните, ребят, самый короткий ответ на вопрос, если я хочу остаться в ру, то есть вот мы сейчас на СНГ-клиенте, по сути, это вот он и остается ру под лестой. У вас ничего не меняется. Вот вы как продолжали играть, так и продолжаете. Единственное, что если вы не с Россией, а с Белоруссией, у вас с донатом начинаются проблемы и все. В остальном вообще ничего не меняется. Опять же, если вы уходите в Европу, вы реально туда уходите. Ваши данные, там создается новый аккаунт, и ваш аккаунт с вашими данными здесь блокируется и зеркалируется на Европе. Если там ваш никнейм занят, вам его сбросят, вам нужно будет новый никнейм выбрать. Вот вам лайфхак. Если ваш никнейм вам не нравится, прямо сейчас бежите в Европу, создаете там твинка с нуля, с точно таким же никнеймом, как у вас в ру-регионе. И тогда, когда вас перекинут в Европу по вашему личному желанию, они такие, о, здесь такой игрок есть. Обнулить название, ну, никнейм аккаунта, там, Renamed User, и бесплатно сможете выбрать другое имя. Не факт, что оно не будет занято на Европе, но тем не менее, если вы там 10 лет назад в ППХ создавали какого-нибудь, я не знаю... Блин, ладно, не буду, а то реально в чей-нибудь обидный никнейм попаду, обижу человека. Вот. Может, он им гордится. В общем, ну, если вам ваш никнейм не нравится, можно вот такой лайфхак применить. Многие спрашивают, смогу ли я вернуться? Да, один раз сможете. Например, вы выбрали изначально Европу. В момент, когда вы выбрали Европу, в течение пары минут, там, ну, обещают, что в течение пары минут, может, прям моментально, может, в течение суток, но ориентируемся на пару минут. Вот создается в Европе такой же аккаунт, как был у вас сейчас в СНГ клиенте, со всеми вашими премиум-аккаунтами, со всеми вашими очками боевого пропуска, прогрессом, со всем. Единственное, что техника не восстановится. Если вы где-то продавали премиумную технику, то вы ее восстановите до перехода, потому что она там не восстановится. Это вот одно из немногих ограничений, которое действительно может по вам больно ударить. Многие там премтехнику продают перед черными рынками, потом выкупают в течение длительного периода. И обязательно потратьте жетоны ветеранам, которые давались, возьмите что-нибудь боновое. Ну, если вы понимаете, о чем я, значит, вы знаете, что за жетоны, если не понимаете, забейте. Так вот, ваш аккаунт здесь в СНГ блокируется, и в Европе создается новый такой же. Причем дата создания его пока что непонятно, какая будет на момент создания или на момент, как в СНГ клиенте у вас было. Но что действительно обещают разработчики, то, что на награды ветеранов дата создания это не повлияет. То есть, если вам положена награда ветеранам в ноябре, вы ее получите. Здесь он блокируется в течение двух недель. Остается в блокированном, через две недели встает на автоматическое удаление, удаляется в течение 45 суток. 14 плюс 45, получается 59 суток у вас есть, чтобы принять решение вернуться обратно. Если не вернулись, ваш аккаунт здесь в СНГ клиенте удаляется из базы данных. Все, его как будто не существовало. Вам просто некуда возвращаться, вашего аккаунта больше нет. Все, он уничтожен. Если же вы решите вернуться за 59 дней обратно, то здесь ваш аккаунт размораживается на момент, как вы уходили. Все, что вы там прокачали, купили, задонатили, купили 3D-стили, заработали очки боевого пропуска, все это не возвращается в СНГ клиент. Ну, уже в РУ клиент. Все, это все восстанавливается на момент, как вы ушли. Вот вы ушли, например, 20 сентября, и на этот момент все восстанавливается. При этом ранее в новости сообщалось, что если вы останетесь в СНГ клиенте, то у вас ничего не создается новой. Соответственно, и удаляться нечем. Поэтому, как бы в этом случае, перейти на евросервер вы можете без ограничений по времени. Но, если вдруг что-то изменится, разработчики об этом сообщат отдельно. Я понаводил справки среди разработчиков. Ребят, сейчас пока что все так и остается. Но, мне кажется, есть вероятность, что разработчики просто скажут, что-то как-то несправедливо и искусственно просто притянут за уши, что если вы изначально выбираете СНГ клиент, то на евро вы тоже можете перейти только в течение двух месяцев. Ну, 59 суток. Мне кажется, они специально так сделают, чтобы это не влияло на выбор игроков изначально. А выбор игроков будет, потому что уже 26-го у нас обещает быть Ваффентрагер. А кто захочет покупать коробки, они не смогут, если они не зарегистрированы в России или Беларуси. Поэтому им вынуждены будут выбрать евро. Если до этого времени не придумает никто способ, как обойти систему и донатить здесь. Я бы на вашем месте сильно не торопился, если вы к донату не привязаны. Потому что до 12 октября вы можете сделать выбор. После 12 октября вы не сможете играть, вообще не сделав выбор. До 12 октября вы сможете, вот как сейчас играли, так и играть. Просто если не с Россией и Беларусью, донат вам будет недоступен. Но после 12 октября вы даже играть не сможете, если не выберете Европу или Лесту с Россией и Беларусью. Соответственно, многие также спрашивают, а что если я не могу до 12 октября определиться, мне там нужно больше времени? Да ничего не произойдет. Вы просто играть не сможете. То есть хотите, через год приходите и сделайте выбор. Туда ваш аккаунт и переедет, в Россию или в Европу. Соответственно, не хотите, просто играть не сможете. Но ваш аккаунт никуда не пропадет. Он будет вас дожидаться, вашего выбора, где вы хотите играть. Соответственно, как только вы определитесь, вы сможете играть. Если сделаете выбор, где сможете еще и донатить, то вы сможете еще и донатить. Вот и вся разница. Если вы командир клана, имейте ввиду, что как только вы уйдете на другой сервер, не останетесь здесь, а уйдете на другой сервер, то ваш клан будет автоматически распущен Поэтому не забудьте его либо на своего твинка пересадить, командование передать, либо человеку, которому вы доверяете Ну и соответственно, если вы перейдете, а у вас прогресс реферальной программы не закончен Реферальный контракт будет расторгнут, ведь человек, с которым вы эту реферальную программу заключали, он не одновременно с вами переходит И в момент, когда вы переходите, в любом случае, если он даже остается или перейдет, реферальный контракт будет расторгнут Имейте это ввиду, то есть тут не обожгитесь, сначала добейте рефералочку, если соберете все-таки на евро переходить Для тех, кто остается, это, как я и сказал, не принципиальный момент, у вас вообще ничего не меняет Если вам нужен мой совет, что выбрать, я вам сделаю такой совет В первую очередь смотрите и совещайтесь со своими друзьями Потому что, что бы мы ни делали, но друзья это самое важное в этой игре Поэтому, если большинство ваших друзей вы пообщались и решили, что остаетесь, оставайтесь с ними Если большинство ваших друзей решило уйти, уходите с ними Второе, на что надо смотреть, удобство доната Соответственно, если вы в личном кабинете России и Беларусь написаны, остаетесь в рук клиенте Если не написано, уходите на евро Если вы готовы заморачиваться с донатом, искать варианты решения, как себе на аккаунт покупать то или иное Я уверен, эти способы появятся просто чуть позже и не всегда будут самыми удобными, как мы привыкли Но, тем не менее, если вы готовы с этим терпеть, то можете принимать решение, исходя исключительно только из первой позиции Все, а в остальном, в принципе, все понятно Пока-пока Субтитры сделал DimaTorzok